В Дюгурку Кенеши предлагают запретить распространять в средствах массовой информации сообщения о тяжких преступлениях. С таким предложением накануне выступил депутат от фракции Бирбол Дуйшен Туракулов. Парламентарий также предложил ввести ограничения на распространение подобной информации Минздраву и МВД. Свою инициативу он объясняет тем, что сообщения о фактах нарушения закона и о пострадавших негативно влияют на сознание молодежи. В последнее время в социальных сетях активно обсуждают сообщения о громких преступлениях. В их числе преступления с серьезными травмами, публикуют шокирующие фотографии, озвучивают подробности. В итоге такая информация приводит к разделению по региональному и национальному признакам. Это влияет и на психологию растущего поколения. Нужно помнить о воспитании молодежи и запретить Министерству внутренних дел, Минздраву и другим госорганам распространять сообщения о тяжких преступлениях в средствах массовой информации. Предлагаю ввести эту норму в новый кодекс о нарушениях. Прошу правительства рассмотреть вопрос и дать мне ответ в письменном виде. Многократный чемпион по национальной борьбе кулату и участник боев без правил. Душен Туракулов депутатом является с начала 2017 года. Он занял место Челпон Джекуповой, сдавший свой мандат в знак протеста против внесения изменений в Конституцию. За два года законодательной деятельности парламентарий не разработал пока еще ни одного законопроекта. Его депутатские инициативы малоизвестны. Он входил в состав депутатской комиссии, которая занималась изучением скандала в связи с захоронением Баткенской мумии. Некоторое время назад его имя фигурировало в списке депутатов, предлагавших запретить курение в общественных местах. Узнать у депутата, каким образом сокрытие от общественности информация о тяжких преступлениях повлияет на воспитание молодежи, а также как эти сообщения разделяют народ по межрегиональному признаку, не удалось. Его не оказалось на рабочем месте. Тем временем в Генеральной прокуратуре действительно отмечают рост преступности среди несовершеннолетних за последние два года. В основном это кражи, но есть также и более тяжкие правонарушения, такие как убийства и изнасилования. Рост преступности отмечается в городах Бишкек и Ош. За ними следует Жалабадская и Сыкульская области. Согласно сведениям Управления правовой статистики и учетов Генеральной прокуратуры Кыргызской республики, в 2018 году по республике было зарегистрировано 1527 преступлений, совершенных со стороны несовершеннолетних. В 2017 году этот показатель составил 878, а в 2016 году 829. Как видно из статических показателей, за последние два года наблюдается такая негативная тенденция, динамика роста преступлений, совершенных со стороны несовершеннолетних. Как рассказали в Министерстве внутренних дел, рост статистики преступлений, озвученных Генпрокуратурой, обусловлен большей в последние несколько лет выявляемостью преступлений. Если раньше по каким-то мелким правонарушениям так называемого трудного подростка брали на пороги в учебном заведении и старались происшествия не афишировать, сейчас все сообщается в милицию. Подростков ставят на учет, и каждому из них для индивидуальной работы стараются прикрепить инспекторы по делам несовершеннолетних. Трудность в том, что на более 2 миллионов 300 тысяч детей по республике приходится чуть более 600 инспекторов ИДН. В МВД говорят, что в профилактике детской преступности они нуждаются в помощи общественности. Предложения депутатов в ведомстве не считают решением проблемы. СМИ, конечно, освещать она должна, потому что в субъектах профилактики СМИ идет как субъект профилактики. И осведомленность общества о криминогенной обстановке она должна владеть. Но только просьба, что СМИ она должна все-таки содержать этические нормы и предоставлять информацию в ракурсе профилактики или недопущения подобных случаев в следующий раз. А у нас большинство просто концентрируется фактом и ставится уклон идет на читаемость. Убили, изнасиловали, а причины и условия все-таки не рассуждаются. По словам главы общественного объединения журналистов Марса Тулигенова, профессиональная журналистская этика, к сожалению, соблюдается далеко не всеми репортерами. Когда, например, без разрешения родители показывают их детей, в эфире появляются шокирующие кадры с кровью или телами погибших людей. Но прежде чем принимать какое-то решение, предложение парламентария необходимо обсудить представителям медиа-сообщества, каким образом можно обезопасить подрастающее поколение сцен насилия, не нарушая принципов свободы слова. Запретить совсем говорить о чем-то нельзя. Информация должна быть в свободном доступе, и каждый гражданин имеет право ее получать. Бывают случаи, когда мои коллеги могут исказить информацию. К примеру, подозреваемого в чем-то человека еще до решения суда могут назвать уже виновным в совершении этого преступления. Нужно помнить, что информация, которую предоставляют СМИ, охватывает очень широкую аудиторию, и одним неверным словом можно поломать человеку жизнь. Сцены насилия в эфире однозначно показывать нельзя. Есть же журналистская этика. Нужно обсудить, какие конкретно случаи имеет в виду депутат, и уже после этого прийти к какому-то решению. Необходимо отметить, что депутат парламента предлагает ограничения, противоречащие Конституции Кыргызстана. Согласно основному закону, каждый гражданин имеет право на получение достоверной информации. Буты Севдия Сакимбаев, НТС.